Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, мы уже больше 12 часов ожидаем 100 тысяч подписчиков Потому что это действительно началось с 12 часов ночи Нет, на самом деле я не мог сегодня спокойно спать И просыпался около 5 раз И перепроверял, не опоздал ли я Случайно не пропустил ли я этот важный момент И пока я говорю, хоть бы один подписался Это будет будущий дистрибьютор музыкального оборудования По России Который будет по продажам обходить Поп-мьюзик, Мусторг, Динатон И прочие музыкальные магазины Будет отличаться качеством И Так, надо было на русский язык чуть-чуть получить Перед тем, как Великие речи пускать 97, ребята, мы уже Уже они напрягаются Уже напрягаюсь, мы приближаемся к моменту истины Черт, я должен... Ё-моё, опаздываю Сейчас сразу двое подписчиков Это момент истины Кто же будет последним подписчиком Последним из 100-тысячным подписчиком Канала Хижин Если он закроется Да, и канал Хижин Музыканты Закругляет свою жизнедеятельность Я думаю, здесь нужна музыкальная поддержка Давай! Я имел в виду, может, музыку включить? Друзья, этот день войдет в историю под музыку Которую я очень сильно полюбил на первом курсе И когда пошел массовый набор подписчиков Был практически в том же году создан канал Хижина Музыканта Это Кэс Хейли Американский регги-певец Которую я очень люблю И который мотивировал меня Писать хорошие, добрые, позитивные песни Включили, чтобы ладно, скучно не было Марат же звали, да, того, который просил меня все время эту песню спеть на укулеле В том же Марат, вроде Который этот Ну кому нужна война? Козел пел Ого, вот это момент истины Но 99999 подписчиков Это стоило того, чтобы работать в течение 7 лет Продолжаем Циферка увеличивается Это самый последний момент, ребята Вот ради этого момента мы шли в течение 7 лет И под такую вот довольно грустненькую песенку Мы подошли к цифре 100 тысяч подписчиков На хижине музыканта На хижине музыканта Еее, друзья, я не слушаю 100 тысяч на канале хижина музыканта 100 тысяч Давай видео снимаешь, ёпт Ты снимаешь? Нет У меня первый раз такой злоголовный У меня даже айфон завис, бле Ёпт Ох 100 тысяч Я даже не ощущаю, не представляю, насколько это Огромная масса людей Если их всех собрать в одном месте Но это целая армия настоящих музыкантов, друзья В хижине музыканта 100 тысяч Свидетелей Становления канала хижина музыканта Друзья, мы с вами вместе прошли этот путь Только я и только мои подписчики знают, насколько было трудно добиться такого результата Как трудно было разбирать песни, записывать, сколько нервов было потрачено, чтобы качественно и четко получился каждый кавер Очень много сил было отдано, чтобы каждый кавер звучал качественно, чтобы все разборы были максимально понятны для вас Чтобы каждый мог выучить песню так, как показал я, как я сыграл, как она звучит в оригинале Ребята, 100 тысяч это довольно большая цифра Я очень-очень доволен Наконец-то за 7 лет я добрался до одной из самых главных целей моей жизни В этот период времени Именно в 2010 году в апреле был создан первый канал На котором я начал набирать подписчики и очень-очень медленно все это шло И наконец-то мы достигли цифры в 100 тысяч подписчиков Ну а дальше уже идет новый уровень, новые качества, новые ролики Их будет еще больше, еще круче И не знаю, кто был 100 тысячным подписчиком Но ты, дружок, стал Ты стал ключевым звеном, последним кубиком в начальном этапе Ты завершил наш начальный этап, который начинался очень-очень давно Почувствуй этот момент Каждая частичка своего тела Каждая частица ощущает это достижение Следующий этап, следующая цель в 250 тысяч подписчиков И я его хочу достигнуть в этом году Новая цель, я его достигну Если в армию не унесут Не унесут Добро пожаловать в хижину музыканта Что такое хижина музыканта? Это канал, на котором вы всегда найдете пристанище В огромном мире музыкальных непоняток и сложностей Где вы всегда сможете найти ответы И решения ваших сложных вопросов в мире музыки Где вы всегда найдете поддержку огромной музыкальной семьи Хижина музыканта это огромная семья Огромная семья настоящих музыкантов Ребят, сейчас хочу поделиться моей историей Как все начиналось, как я становился музыкантом Как формировался канал хижина музыканта И как был создан первый основной канал О котором, может быть, вы даже еще и не знаете Ребята, я думаю, многие из вас желают услышать то, как все начиналось Может быть, это вас тоже сподвигнет заниматься музыкой И вести, держать свой путь Если готовы, давайте приступим Хочу сказать для начала одну важную вещь, ребята Все эти 7 лет я в прямом эфире, в интернете, на ваших глазах развивался, ребята Я не ждал времени, когда я начну суперски петь, суперски играть То есть я взял в определенный момент, в самом начале, в самом начале пути Начал снимать ролики Несмотря на то, как я супер играю Тогда я, как вы сами можете слышать Играл не суперски, но я, несмотря на это, все равно продолжал снимать свои ролики Точнее, вообще начал их снимать И в течение 7 лет вы могли видеть мой прогресс С самого начала, с чего все начиналось и до сегодняшнего дня Это можно назвать по типу реалити-шоу Когда на ваших глазах практически онлайном развивается личность, человек, музыкант Ну, любой И поэтому на протяжении 7 лет я вместе с вами делился своим творчеством Я на ваших глазах становился лучше и лучше На самом деле, теперь, когда я достиг 100 тысяч подписчиков Могу с уверенностью поделиться с вами без боязни Своей главной целью всех этих лет Я просто не озвучивал это все на видео А основная цель, в самом начале даже она была таковой Это путь к звездам, ребята У меня огромное желание стать на уровень по качеству песен И по популярности на уровень с другими известными артистами высшего эшелона Поэтому эта мечта у меня до сих пор еще есть, друзья До сих пор есть И мы дальше будем развиваться и идти к своим намеченным целям Видеоблогинг Это очень крутая вещь Почему? Смотрите, например, мне исполнилось 50-60 лет Кто-то в этом возрасте будет смотреть фотографии Ага, я был в молодости таким, таким А я могу открыть YouTube-канал И просмотреть практически каждую неделю Того или иного года Чем я тогда занимался Каким был, какие мысли меня посещали И это круто Это как пленку перемотать обратно И посмотреть, каким ты был Вся жизнь твоя записана Поэтому еще одна причина, почему я веду блог Это я в старости смогу посмотреть Чем я занимался, насколько был талантливым И вообще, каковым я был Потому что память человека, она такая Не может запомнить абсолютно все Все до мельчайших деталей А камера, по крайней мере, может передать многое Из того, что нужно запомнить Ну и немножко хотелось бы рассказать Вообще, с чего все началось Началось все в 2009-2010 году где-то Окончил я музыкальную школу по глазу баян Начал играть в татарском ансамбле Инструментальном шатлык И в это время, как вы сами понимаете Уже что-то умело играть на баяне И всегда было желание поделиться своей игрой А где поделишься? Ну кроме выступления на сцене Еще есть только интернет Вот, появился у меня интернет И было огромное желание Наконец-таки отснять себя Показать, как я играю И выложить в интернет Я предвкушал, что меня будут смотреть Будет огромное количество просмотров Но интернет тогда был нов для меня Вот, честно признаюсь И ожидания были очень большими По этому поводу Было, может, множество иллюзий Но эти иллюзии были прекрасны, ребята Я представлял картинку Как я буду становиться популярным Как будет много просмотров Я выйду на другой совсем уровень Стану успешным В это же время я начал изучать битбоксинг Он тогда вообще популярным был Купил гитару Точнее, мне его подарили Ижевского производства гитары Тим, такая простенькая На нейлоновых струнах Но гриф ходуном, если вообще убрать струны Вот на таких простых даже гитарах играл Купил губную гармонику И давай развиваться во всех направлениях Мир казался настолько прекрасным Музыкальный мир Можно было освоить любой жанр Я был открыт ко всему Я был еще новичок И все меня цепляло На гитаре научился тогда играть Сам взял, нашел аккорды Тогда методик вроде бы особых в интернете не было Нашел аккорды И начал играть песни Первая песня группа «Чаев», «Оранжевое настроение» Везде мы потом с саксофонистом его играли Потом песня группы «Звери», «Дожди, пистолеты» И так далее Пошло-поехало Выступали с саксофонистом в дуэте Мы с ним очень сошлись В санаториях, в художественной школе, в музыкальной школе В общем, настолько энергия просто из нас текла Что нам хотелось, хотелось выступать Потому что такой прилив энергии после каждого выступления И до него такой разогрев, небольшой мандражик Что ты становишься лучше, что ты развиваешься Что ты вообще делаешь свое любимое дело И все это в огромнейшем порыве С таким классным настроением Потому что мы пели такие же Великолепные, добрые, душевные, классные, мощные песни Ну, по типу «Оранжевое настроение», потом пошло «Регги» Все это было на подъеме У нас был такой энтузиазм выступить тут Выступить там Везде хотелось выступить, показать себя «Оранжевое настроение» А я сегодня дома А я сегодня дома один Друзья, у вас должен быть такой же порыв Выступать, развиваться в любой сфере Вообще в любой сфере И поэтому я после всех этих выступлений Решил начать снимать все наши каверы Выступления на видео для заливки на YouTube Делиться с другими людьми То, как мы становимся лучше Как мы развиваемся Поэтому, друзья, вы уже сегодня можете увидеть Насколько мы были новичками в этом деле Открыв канал «Жизнь музыканта» Тире Раиля Арсланов Теперь этот канал называется так Но это был самый первый канал, который я создал в 2010 году, ребята Это фундамент, с чего все началось На этом канале сейчас только 35 тысяч подписчиков А тогда было еще намного меньше Ссылку на этот канал оставлю в описании под видео Друзья, прошу вас подписаться на этот канал Сделайте мне большой подарок Единственный подарок Единственное, что я сейчас у вас прошу Это подписаться на этот канал Очень-очень жалко его вот так покидать Но я его и не покидаю Но подписчики на нем очень слабенько идут Потому что там формат чуть-чуть поменялся Там сейчас больше лайфа стало Я снимаю то, как мы выступаем Как готовимся к концерту Как вообще живет музыкант Я на самом деле полностью связан с музыкой Потому что это моя профессия теперь Я этим зарабатываю И другого ничего по сути не умею делать Поэтому назвал канал «Жизнь музыканта» И там делюсь тем, как музыкант проживает каждый свой день Как проходят репетиции, юмор, настроение, выступления Все это вы можете найти на моем первом основном канале Который был создан еще раз, напомню, в 2010 году Там огромный архив роликов И там вы можете проследить то, как я развивался Какие ролики были изначально залиты Конечно, самых первых роликов там уже нет Это были ролики с игрой на баяне Битбоксы в подъездах В туалете, на улице Крутое время было Но надо было просто их закрыть А я как мальчишка их просто взял, удалил Очень-очень жаль на самом деле Потому что это ценная история Ценная история Пройдут года, и я бы смог открыть эти все ролики И удивиться, посмеяться Потому что, друзья, не удаляйте эти ролики свои Которые вы записали Пусть там полный лажен Но это, это история Это ваши первые впечатления Ваши первые песни С чего все начиналось Не удаляйте, прошу вас Как я это сделал в самом начале Просто закройте, оставь себе Но это настолько теплые впечатления Когда вы смотрите спустя несколько лет Поэтому переходите по ссылке, друзья Посетите, прошу вас, мой первый канал Жизнь музыканта-Раиля Арсланов Там самые первые ролики найдете А также самые первые разборы песен Мои выступления С Айвазиком, саксофонистом С группой Bunch of Sunrise Группа Рассвет Че только мы там не делали, ребята Че только не делали Большая история, можете посмотреть Большое развитие Очень буду вам благодарен Просто, ребята И, ребята, очень-очень хочу вас Сильно поблагодарить за то, что вы Вместе со мной все эти несколько лет Развиваетесь в плане музыки Учите только у меня все песни Все молодежные Смотрите мои каверы Любите, их цените Комментируйте, делитесь с друзьями Я вас, ребята, ценю Мы делаем с вами историю Мы развиваем новый канал Который будет настолько качественный Что каждый новичок Каждый любитель будет В состоянии выучить ту или иную песню И просто-напросто взять и научиться играть на гитаре Хотя многие мучаются и не могут Но мы с вами создадим такой контент Такой канал, который будет Мотивировать всех людей Вдохновлять, заниматься гитарой Осваивать новые горизонты Добиваться цели Учить те или иные песни И вообще Припевающие И идти по жизни Это очень-очень важно Следующая цель 250 тысяч подписчиков И продолжаем путь к звездам Написание новых песен Запись Каверы В разборе песен И все это вкупе С турниками Скачем Саморазвитием Чтением книг Дает очень мощный толчок К развитию личности Чтобы мы с вами достигали Новых горизонтов И шли непоколебимо к своей цели Живем один раз Нужно всего достигать И развиваться прямо сейчас Ребята, только что вышел С тренажерного зала Динамо Чтобы записать последний кадр Для моего юбилейного ролика Посвященному 100 тысяч подписчикам Почему именно на фоне Казанской ратуши И вечером, почти что ночью Решил это все снять Потому что так интимнее И очень красивый вид на самом деле Именно в этом городе Я уже живу 4 года И эти 4 года были Годами очень жестокой И сильной работы Почему? Потому что я хотел добиться Своих целей И одна из них была Набрать 100 тысяч подписчиков 4 года упорной работы Я Помимо того, что учился в консерватории Я занимался созданием Контента для ютуба То есть придумыванием роликов Разучиванием песней Репетициями Записи новых песен в студии Тренировками И в спортивном плане И в саморазвитии То есть работа была очень жестокой Но это того стоило И наконец-то мы смогли через 4 года достигнуть Ну скажем так грубо Планки в 100 тысяч подписчиков Были свои потери Сразу скажу Из-за того, что я Очень много сил Отдавал каналу Я расстался с девушкой С которой встречался Так же 4 года Прямо до приезда В Казань И начали встречаться После 100 тысяч думаете Работа окончена? Нет, друзья Продолжаем дальше бомбить Следующая цель 250 тысяч подписчиков И новые горизонты Продолжаем работать И добиваться своих целей Работаем Бэх Субтитры сделал DimaTorzok